Хм, что за фигня? Да вроде бы шапка. Ага. Это новый телефон Тексит. На прототипе айфона. Он выглядит как айфон. У него есть такой хвостик. За него вытаскиваешь и видишь свой новый телефон. Он похож внешне как айфон, но нет. Нет. Сзади нет. Коробка практически как айфон. Поднимается так даже. У нас есть специальная мягкая оборка, чтобы он не царапался по бокам. Что у нас дальше? У нас есть шнур. Конечно, я до этого его открывала. Это шнур, чтобы заряжать. Как видите, он специально подключается к USB. Также у нас есть наушники. Чем-то они... Сейчас усилим. У нас есть наушники. Они специально закрепили, чтобы не распутывались. Так, они, как бы вам сказать, один длинный, один короткий. Один короткий, один длинный. Не знаю, для чего это здесь ехать. Также у нас есть тут специальные кнопочки. Не знаю, для чего. вот, да, это как бы переключать или принимать звонки, когда ты сидишь в наушниках. Дальше. Там мы отбрасываем. У нас есть специальная ключик. Этот ключик нужен, чтобы открыть там, где мини-симка. Хватаемся, вытаскиваем. Тут у нас должна быть мини-симка. Но я ее не взяла. Так, а дальше у нас специальный передач, который не хочу распаковывать, ведь он так красив. Специально, чтобы заряжать, к нему подключается у нас кабель. И мы теперь можем всовывать в розетку и заряжать. Дальше у нас идут разные экструкции, гарантийные талоны. Все это здесь. Как бы ничего у нас не осталось в коробке, будем собирать как получится. Как мы видим, мы его уже включили. Наш телефон. Мы можем одним таким нажатием посмотреть все слайды, которые у нас имеются. Или здесь полную, общую. Как мы видим, он сильненький. Его название TechSet. У него как у айфонов не снимается крышка, у него сюда оставляется мини-симка. Боковые плюс-минус громкость тоже айфоновские. задняя камера, передняя камера. Мы можем его упаковать все заново. ледяк, чтобы не пропустить мы можем